Субтитры сделал DimaTorzok 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 Определение, выделение, допустим, больше что-то, это я просто говорю, что больше или меньше встречаются, допустим, Фома, сколько раз, Андрей, я беру данные, мало, мало, да, совсем мало, но они не означают, что другую роль. Да, мало, мало. Ой, Сибирь. Закрывает, ну надо же так. Вот в Сибирь. Что же она не дает? Страшно. У вас постоянно так в Сибири со связью? Да нет, не всегда, бывает и хорошо. Страшно, ага. Что-то такое нехорошего. Вот утрами бывает плоховато, а вечером я не знаю. В общем, то, что апостол Петр упоминается очень часто в Новом Завете, не обязательно значит, что у него особенное с другими апостолами сравнивая служение, да? А какое у него особенное служение? Какое у него особенное-то служение? Князь апостолов. Да нет этого названия нигде. Папа римский. Это выдумка все. Нигде нету, это всем одинаково Бог дал Духа Святого. Нигде нету, ни князь. Да, но патриарх тоже нету полного. Нету, и нету, и я его не поминаю даже. Нет. Мы знаем, что есть папа. Папа, вам слышно? Нет, я говорю. Да, слышно, ага. Мы молимся о Венихдикте и о Франциске. Мы молимся о них. Но сказать, что у них особая какая-то там благодать или что-то, этого нет ни Писания, нигде. Претензии на мировое владычество – это мировое. Ага, ага. Но, с другой стороны, ведь, скажем, если бы они не стремились, скажем, иметь свое хоть небольшое государство в миру, ну, Ватикан или Папская область раньше, то они же были зависимы так же, как и русские эти, эти епископы зависимы от русской власти. Так это разве лучшее? Или лучше, чтобы имело небольшой клочок земли, где бы были они там, ну, владыками? А я про клочок земли никогда и не говорил. Я вообще про это не разговор даже не говорил. А, не говорил. Я про это никогда не говорил, ни одного слова. Про претензии на мировое владычество я говорил. Это не от Бога. Каждый самостоятельно. Не, ну так они и не просят? Плохо слышно, ничего не слышно. Прерывает. Да, что-то такое у меня. Ага. Вас слышно сейчас. Может, теперь лучше. Я вас тоже слышу, но ничего не видно. Ага. Ну тогда второй вопрос такой. Так, ну первый-то вопрос. Про монахов. Подождите, первый вопрос. А в чем заключается? Первый. Первый вопрос простой. В Новом Завете апостол Петр упоминается 171 раз. А другие намного-намного реже. И разве от этого уже не ясно, если даже не брать другие стихи Писания, что он есть князь, и говорится, Петр с апостолами. Петр с апостолами. Петр и там 11. Петр и 12. Ну вот такие вот. Всегда он выделяется. Ну и выделяется. И Иисус сказал, что нас... Я не пойму, выделяется, да что это ему дает-то? Власть над другими апостолами. Откуда она ему власть-то придет? Власть он всем дал отпущать грехи. Он нигде не выделяется, когда получает... Странно. А как это тогда, что на камне сим воздвигну церковь мою? А на том, который апостол Павел говорит в послании к Коринфянам 1, 15 глава, 1 стих. Нет другого основания, кроме веры во Христа. И Петр говорит, ты, Христос, сын Бога живого. Вот это его исповедание и есть камень. Не Петр. Петр, какой он камень-то? Его Христос назвал сатаной. Зачем это забывать не надо? Он ни одного апостола Христос так не назвал, как его, сатана. Ну и что теперь? Из этого слова теперь делать вывод будем, что все католики поклоняются сатане? Конечно, нет. В данный момент, когда он думал о человечестве, Христос его назвал сатана. Вот и все. Отойди от меня, сатана. Угу, ясно. Ну, понял, понял, что вы говорите. Теперь еще, ну, другой вопрос. Про монахов. Вот очень слушаю ваши, ну, рассуждения про монахов. Но, честно говоря, не очень-то понимаю, может, про других монахов мы говорим. Потому что, скажем, сколько мне известно, то они все время занимались хорошими делами, монахи. Скажем, бенедиктинцы писали книги, школы создавали, просвещали народ. Университеты кто создал в Европе? Бенедиктинцы. Болонский университет, скажем, женские монахи создали. Женский монастырь создал. И книги, скажем, все книги, которые до нас дошли от, ну, от тех времен, ведь все монахами писаны. И они просвещали народ. Я про них бенедиктинцев никогда не говорил. Я говорю о том, что они уходили лучшие таланты, зарывали в песок. Тысячи монахов, и ни одного не упустят. Ну, так они не зарывали. На совести монахов находятся... Подождите, подождите. А, а. Говорите. Ну, подождите, ведь есть монаши, есть монахи, которые относятся к бродячим орденам. Францисканцы, бенедиктинцы, эти, доминиканцы. Ведь, скажем, доминиканцы так и называется, орден проповедников. И они идут, бывают немножко... Ведь такого нигде нет. Я первый раз слышу про таких монахов. Ну, есть, знаю, что есть затворят там и так далее. Но большинство же монахов делают хорошие вещи и проповедуют. Да ничего не проповедуют. Как-то странно. Я про бенедиктинцев-то слова не говорил. Я говорю о том, что у нас написано в житиях святых. 11 тысяч монахов у Пахомия и ни одного не выпускают. И мусульманства не было бы, если бы они же не проповедовали. Ни одного человека не выпускали. А это сотни тысяч. Да, но тогда нельзя все равно такое говорить. Про все монашество. Францисканцы, как только учредились, сразу они пошли в Марокко проповедовать. Святой Франциск проповедовал у самого Салтана. Я про это и говорю. Есть такое, да? Я про это и говорю, что надо идти проповедовать. Тут доказывают-то нечего. Ну, так они и идут. Пусть они идут. Я про это и говорю. Вот такое монашество нужно, которое не прячется, а идет к народу. Просвещает. Я за такое монашество-то. Вот в чем дело. Да. Но тогда вы должны сказать, что вы не вообще против всяких. Потому что так смотришь со стороны и думаешь, что вот человек не про то говорит. Потому что действительно масса же и, скажем, сейчас же монашество. И сколько, все средние века, все больницы, все университеты, все школы. Столько много добра сделано. Я говорю по Дмитрию Ростовскому. Что тут такого? У вас с запозданием звук идет. Ага. С запозданием звук идет. Да, 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 да. Сильно запаздывать. Ай, ну понял. В общем, не... Да. А то я за монахов немножко обиделся, знаете. Как столько хороших дел, и столько они проповедуют, и столько обородячих орденов. И францисканцы, и доминиканцы. А, ну, 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 понял. В общем, про тех старых пустынников, да? Про тех, которые в египетских пустыне были. Вы про тех говорите, да? Я говорю про тех, которые замуровали сотни тысяч людей. И самые лучшие таланты погубили. Ни одного миссионера нету. И возникло мусульманство. За восемь, за семь столетий ни одного Кирилла Мефодия не послали. Андрей Кураев говорит об этом. Если мы это не поняли, у нас, говорит, будет московский харифат. А не патриархат. Я за то, чтобы монастыри... Понял. А, спасибо большое. Чтобы монастыри должны посылать проповедников учить. И докармливать старых, которые вернутся немощные миссионеры. Я за то, чтобы... Ясно. Чтобы человек был свободный. Неженатый. Один. Для Бога трудился. Но никаких обетов не давать. Ясно. Ясно. Хорошо, это понял. Уяснил. И третий вопрос про каноны вы говорите очень часто. Да. И вы говорите, что сейчас не соблюдают каноны, а вы соблюдаете. Да, я это говорю постоянно. Но вот я не очень-то могу... Каноны семь вселенских и девять поместных соборов. Из них нарушается 57% сегодня. Да, да, я понял. Слушал, слушал, ага. Но вот тогда вопрос. Может просто не нарушают каноны, а их поменяли. Почему церковь теперь не может поменять каноны? Ведь издала та же самая церковь. Ведь мы-то не хуже этих семи... Но надо собраться с вселенским собором, а не самостийно это делать. Они обманывают. Обманывают просто. Книгу правил не издают, священники не знают правила. Даже не знают. Мирянам не заходить в алтарь. А они там все толкутся. Торговлю в храме не... Да, но понимаете, у меня две книги... Так, сильно перебивается, ничего не слышно. О, как плохо это идет. Ага, да, прерывается очень. Вот смотрите, у меня две книги правил, которые Московская патриархия издала. В 92-м году глава. И Киев в 2009 год. Одна русская, одна церковно-славянская. Но у меня есть книга правил 16-го века. Две тысячи страниц с мелким шрифтом. Понимаете? Если все их соблюдать сейчас, каноны, то тут с ума выйти. Декреталии, григорианские декреталии. И так далее, и так далее. Почему вы... Ну, я никак не могу понять, почему сегодняшняя церковь не может издавать другие правила, чем раньше. Ведь сегодняшняя церковь та же самая. Господь пребывает до скончания века с нами. И Святой Дух тоже. Почему? Ну, не может издавать новые, другие правила, теперешняя церковь, теперешние авторитеты церкви. Почему? А вот я и спрашиваю, почему? Они нигде не издают. А издают именно такие правила, как были. Пускай собирают соборы, отменяют, ставят новые. Ну, это вот они делают, они просто нарушают. На дорогах правила меняются. Но пока они не заменены, их надо соблюдать, иначе будет авария. Ай, ну то есть вы говорите, что для тех новых изданных правил нужно собор собрать? Ну, неужели самостоятельно? Так пускай собирают? Ну, пускай собирают, но этого-то нет, но они просто нарушают, и все. Они нарушители. Да, но, скажем, я в католической церкви вообще проблем не вижу. Есть папа римский, он издает новые правила, и пускай, и хорошо все. Он не может издавать. Ведь жизнь-то меняет. Не может он издавать папа. Должен собор это делать. Папа издает. Да какое он право имеет? Это обыкновенный епископ. У него другого звания-то нет. Епископ, и все. Епископ, пресвитер диакон, три степени. А то, что ему накрутили там разные названия, векари, прошли, это все человеческое. Папы такое творили, уши завянут. Господин Игнатий, вот если бы константинопольские епископы не уклонялись бы в ересь, то и соборов бы никто не собирал. Понимаете, если бы никто не шел в ересь, не было бы этих семи соборов. Все эти семь соборов собраны бороться против ереси. А ведь если ереси этих не было, и соборов бы не было, и тогда вообще бы правил не было. Да нет, там про ереси, допустим, шестой вселенский собор, там про ереси ничего и нету. Там 140 правил обихода жизни. Как правильно вести себя, наказание за прелюбодеяние, за воровство, за пьянство, рукоположение, там совсем про ереси нету. Про ереси очень мало. Остальные правила касаются жизни. Порядка. Я эти правила очень хорошо знаю. Я ими занимался три года, переводил на русский язык, симфонию составлял. Да, ну если так смотреть, что если соборы вселенские, как вы говорите, они собираются, то да, но католики собирают вселенские соборы, уже 22 было, мне кажется. Последний собор в Ватиканске второй, 40 лет прошло. Но собираются, меняют и печатают, и все. И сейчас же есть новый кодекс канонического права. Ну то есть церковь может издавать и должна издавать. Жизнь-то меняется. Жизнь-то меняется, человек-то тот же сам остается. Вот здесь у нас католическая церковь есть. И я спрашивал, скажите, на бумаге мне напишите, какие у вас есть посты. Посты, они ничего не могут написать? Один день в году? Да. Ну какие посты? Отменили? Два. Два. Пепельная среда. Два, три там это. Нет, два остались. Пепельная среда и пепельная... Два дня остались, обязательные. Но это не значит, что никто не постится. Если правил нет, кто будет исполнять? Большинство людей же постятся? Ну как постятся? Я с католиками разговаривал, как он у баптистов, тоже постятся. А когда поговоришь, я среди них жил-то. Ничего этого нет, один разговор. Вот у нас, допустим, Великий пост, семь недель. Семь недель. Ну реально, понял. Вот перед Пасхой. Его никто не может отменить. Почему? Это апостольское правило 69-ое. А мы его заменили. Да что, так можем все отменить. Его никто не отменит никогда. Да, согласен. В этой православной церкви строже. Это да. Ну и четвертое. Про бороду. Я прочитал внимательно про бородобитие, что у вас написано. Ну как-то, ну скажем хорошо, борода, вот вы сосылаетесь на это, что портит, единственный стих Писания, что портить нельзя краёв бороды. Но ведь этот закон-то был дан евреям. Для вас, для вас нечистое, для вас нечисто будет, для вас там нечисто, а мы-то не евреи. Да мы-то не евреи, человек-то остался тот же самый. Христос был с бородою. Вот Сиксинская Мадонна, Микеланджело, смотрите. Папа Сикс с бородой. Тут доказывать ещё не надо. Папа Сикс с бородой. Папа, не патриарх. Связь прерывалась. Плохая связь. Ну как его, я сейчас где-то бы его нашёл. Как на него выйти-то здесь? Может мне нажать бы? Всё, он вышел. А? Вышел. Я здесь? Игнатий! Да, я слышу вас. А, ага. Ну из-за бороды, потому что на одно место Писания слаться. И при том, если борода, то где написано, что должны все ходить в рубашке на выпуск? И перепаятанное с этой верёвочкой, как русские 17 века. Ведь другие страны-то по иному жили. Я не говорю, что все должны. Про это я не говорил. Я не говорю, что все. Я говорю для своих. А что будет это католик и где-то говорить-то? Про это речи не было. У него другой обычный порядок. А что пояса нет, понятно. Библия говорит 104 раза о поясе, а без пояса ни одного нету. Чего ради под мир-то подделываться-то? Нет, ну в этом смысле, что не обязательно ходить в рубашке на выпуск. Да мы про бороду сейчас говорим. Про рубашку не говорим пока. Про бороду. Вот у Давыда, вы говорите, одно место Писания. Не одно место. Не одно. У Давыда слуги пошли полбороды отрезали. Вы это читали? Ну не помню, знаете, читал, но не так, как вы, конечно. Не все места помнены. Я же указал на нашем форуме, там все сказано. И вот полбороды им отрезали. И Давыд их не допустил в земной Иерусалим. А сказал, идите в Иерихон, пока бороды отрастут. Это означает, что бороды были у всех и были непорченные, как у иудеев. А мы идем в небесный Иерусалим. И чего ради скоблить-то себя под женщину подделывать? Это вообще необъяснимо. Это все садомиты делают. Ну почему под... Не, не, не. Ну почему под женщину подделываться? Ну потому что женщины нет бородого, у мужчины есть. Это женолюбивая природа. Блудодейная ересь, как Протопопа Вакум говорит. Вы посмотрите, изображение... А, ну кто-то этот Протопопа Вакум? Про это... Изображение Христа с бородой рисуете или нет? Прервало опять. С бородой, конечно. А Пророков как рисуете? С бородой? Пророки с бородой? С бородами, большими бородами. А Апостолы? Но мы их рисуем, пророков с ногами. А Апостолы у вас как рисуют? Ну понимаете, но... Ян рисуется без бороды у нас. Апостолы без бороды? Любимый и молодой. Нет, а Апостолы... Ну понятно. Апостолы с бородами, да. Они евреи были. Они евреи были? Они... Ну а скажите... Да, они евреи были. Папа Сикс, Папа Сикс, 4 век, почему он с бородой? Папа Сикс... Папа до 16 века бород... Ну и что теперь? Почему... И сейчас, когда священник, скажем... Все миссионеры бороду растут в католической церкви. Все миссионеры, которые уезжают в миссию, все растят бороду. Но те приходские сбривают... И масса святых, которых там, скажем... Объясните, зачем сбривают-то? Я никак не пойму. Зачем? Разве Христос не показал совершенный образ? Ну не знаю, зачем. Ну просто... Но я знаю, почему стихии мира... По стихии мира, а не по Христу. Чтобы быть молодыми. А у христиан не молодость, а мудрость. А мудрость приходит с годами. И поэтому признак бороды в житиях все время описывался. Без бородого ни одного святого нет. Это все придумали люди мира. Ну в католической церкви... Ну в католике что нам примеры? А в католической церкви есть много? Католики в этом деле не пример. Они многое изменили, что. Я вот говорю, когда правильно креститься. Я всегда говорю, католики правильно слагают персты. Пять. А у нас два или три... Я говорю, в этом элемент ереси. А ты еще католик. Я не католик. Но я признаю, что у католиков правильно слагают руки. Потому что на кресте умирало человечество. Не божество. И у него пять ран было. Ну спасибо, господин Игнатий. Я действительно прочитаю и проштудирую эти вопросы. Ну так не оставлю. Посмотрю. Потому что я всегда как-то думаю, что так как вы говорите, что вот раньше были соборы, то этому как бы умаляется церковь. Потому что говорится, что это первая церковь, ранняя церковь была лучше, чем наша церковь. Или церковь в средневековье. Когда уже не собирались соборы. Но это, я думаю, что не так. Потому что в Святом Писании сказано, что Господь прибудет до скончания всех веков. И Святой Дух тоже будет в церкви до скончания всех веков. А не только во время этих, ну, первых соборов. Ну, в общем, буду читать больше. То есть, вникать. А так ролики ваши смотрю. Очень интересно. Действительно. Вы прекрасно рассказываете. Спасибо большое. Ну. Ладно, в общем, напишу вам на личный мейл. Потому что, если вы через Литву поедете, думаю, что у меня сможете остановиться. Ну, хорошо? Я вам кину небольшое... Да. Я хочу вам скинуть о папстве. Чтобы вы прочитали. Я файл вам скину, и вы его обязательно прочитайте. Ну, хорошо, прочитайте. Ознакомиться, что это не помешает вам. Хорошо, прочитаю. Ну, только это в мейл.ру. В моем мире я вам... Хорошо, спасибо, господин. Все, ладно. Спасибо, Христос. Благодарю, что позвонил. Да, да. Я... Спасибо. Даст Бог. Даст Бог. Увидимся. До свидания. Тогда поговорить можно будет.